Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас небольшая дегустация шампанского, домашнего шампанского. Для тех, кто не совсем сведущий в технологиях приготовления, я немножечко поясню. Технологии приготовления игристых вин, вин с пузырьками, несколько. Конечно, в простонародье мы привыкли все называть шампанским, но на самом деле это не так. Итак, по технологиям очень-очень кратенько. Первое. У нас есть недоброженное вино на определенном уровне остаточного сахара. Мы заливаем его в бутылку, закупориваем, и оно дображивает в бутылке. Образуется те самые пузырьки. В общем-то, получается игристое вино. Такое игристое вино называется пятнат. Или деревенское шампанское. Вторая технология – это классическая технология с вторичным брожением. То есть сначала мы получаем сухое вино, после этого определенным образом добавляем сахар и дрожжи. Все это заливаем в бутылку, и уже в бутылке оно вторично дображивает. У меня конкретно это шампанское было вот по второй технологии, по классической технологии приготовления шампанских вин. В прошлом сезоне я поэтапно показывала, что и как я делаю. Ну, конечно, в этом году обязательно выйдет ролик уже полный, где все будет собрано, скажем так, в одном месте, в одно время. Но обязательно укажу какое-то свои замечания, такую сделаем небольшую работу над ошибками. Да, еще что важно в классической технологии шампанских вин – это выдержка на осадке, на том дрожжевом осадке, который уже образовался в бутылке. На этом осадке шампанское может выдерживаться много-много месяцев, и в зависимости от этого тоже приобретать определенный вкус и аромат. По определенным причинам, поскольку сама технология снятия с этого осадка и удаление его из бутылки требует определенных температур, то по вот этим причинам я все это делала зимой. То есть сняла с осадка несколько раньше, хотя у меня осталась одна бутылка, которая дома еще лежит в холодильнике и ждет своего часа. Поэтому будет, наверное, если все сложится, еще одна дегустация через несколько месяцев, ближе к зиме, где я смогу еще показать и рассказать, как будет влиять именно выдержка на осадке. Ну, здесь было все несколько проще. Тем не менее, это шампанское изготовлено из вина урожая 2020 года. С осадкой я его сняла где-то в начале марта. Ну и вот сегодня мы попробуем, что же из этого всего получилось. Да, когда я снимала видео про приготовление шампанского и показывала эти бутылки, я использовала бутылочки из-под пива с бюгельной пробкой. Был комментарий, что ну как, вы можете так показывать, это же опасно, бутылки могут порваться. Дело в том, что особенность вот этой бюгельной пробки такова, что она не выдерживает сильно большого давления. И даже когда я показывала один из последних этапов приготовления, я рассказывала, что некоторые бутылки стали пропускать, когда они лежали в горизонтальном положении, в тепле в квартире, они стали пропускать и подтекать. То есть, такие бутылки рваться не должны, потому что пробка сама по себе, если давление будет слишком большое, она будет пропускать. Да, мы потеряем чуть-чуть газиков, но с другой стороны для нас это будет в определенной степени безопасно. Ну, на все отвлеклись, длинное предисловие, давайте уже открывать. Вот такой у нас получился искристый напиток, с такими красивыми пузырьками, пузырек мелкий. И вот этот самый пузырек в шампанском, он важен. Чем мельче пузырек, тем его приятнее пить. Когда пузырек крупный, оно получается более колючее. Конечно, когда я открывала, немножко пошла пенка, но оно стояло у меня в подвале, потом я поставила в холодильник, и ему можно было еще немножко охладиться. Плюс, когда я тут все расставляла, немножечко бутылочка у меня упала и встряхнулась. То есть, конечно, если бы я все сделала чуть более аккуратно, если бы я лучше охладила, то даже вот этой вот пенки не было бы. Да, еще не сказала о том. Все знают, что есть шампанское там полусладкое, полусухое, сухое, брюд. Ну, у меня назовем это так, экстра брюд. Когда я снимала с осадка шампанское, то я никакого сахара не добавляла. Я доливала абсолютно такое же сухое вино, поэтому сахара здесь ноль. Ну, и теперь, конечно же, пробуем. И знаете, что интересно, я потом обязательно скажу, какой сорт винограда я использовала, вот несмотря на то, что нет никакого добавления сахара, несмотря на то, что для шампанское мы снимаем виноград в определенной степени зрелости. Нам не надо, чтобы он набрал много сахара. Мы снимаем его при сахаре 17-19 брикс. В это время еще в винограде может быть достаточно много кислоты. И вот несмотря на это, это шампанское, оно очень-очень мягкое. Если бы была возможность сравнить, то, наверное, можно было бы смело сказать, что оно будет ближе к сухому. Но кислоты такой нет. Хотя я знаю, что и сахара там остаточного тоже нет. Наверное, это особенность сорта такая, что получается в итоге шампанское очень мягкое. Но интересно еще что. Когда пробуешь первый глоток, вот оно раскрывается со второго глотка. Когда пробуешь первый глоток, ощущаешь пузырьки, ощущаешь что-то такое вот не совсем понятное. Это шампанское, оно очень-очень мягкое. Если бы была возможность сравнить, то, наверное, можно было бы смело сказать, что оно будет ближе к сухому. Но кислоты такой нет. Хотя я знаю, что и сахара там остаточного тоже нет. Наверное, это особенность сорта такая, что получается в итоге шампанское очень мягкое. Но интересно еще что. Когда пробуешь первый глоток, вот оно раскрывается со второго глотка. Когда пробуешь первый глоток, ощущаешь пузырьки, ощущаешь что-то такое вот не совсем понятное. Даже был такой опыт, когда мы со знакомым сидели за столом. Он попробовал, сделал первый глоток. И я уже по эмоциям, по лицу вижу, что человеку не понравилось. Но этот человек много чего попробовал, как бы в напитках более-менее разбирается. И я вижу, он молчит, но на лице все написано. Потом любопытство взяло вверх, и он сделал второй глоток. После этого он спросил, говорит, скажи мне, в чем фокус. Я попробовал первый раз, мне вообще не понравилось. Оно какое-то такое резкое, оно какое-то непонятное. Какая-то ерунда, но, говорит, когда я попробовал сделать второй глоток, ну, это что-то невероятное. Это настолько вкусно. В чем фокус? Ну, я думаю, что весь фокус в том, что это абсолютно натуральный напиток, который изготовлен без добавления специальных дрожжей, без добавления серы, без добавления каких-либо подкормок и вообще чего бы то ни было. Здесь только виноград, ну, понятно, сахар на вторичное ображение и натуральные дикие дрожжи, взятые со свежего винограда. То есть все абсолютно натурально. Вполне вероятно, что именно это все и дает такой эффект. Ну, и, конечно, показывает, что все реально в домашних условиях можно вполне сделать такой замечательный напиток. И вот, смотрите, мы с вами разговариваем. А вот там в бокале красиво поднимаются пузырьки. То есть пузырек держится достаточно долго. И видите, тоже он мелкий. И сам по себе вкус у этого напитка – это груша. Такая яркая груша, может быть, даже немножко зеленовата. Знаете, когда она уже, с одной стороны, такая спелая и сочная, с другой стороны, она еще не мягкая, она вот прям хрустит. Вот это вот вкус этого напитка. Поменялся ли он как-то? Вот я пробовала его, у меня очень мало было этого шампанского. Я его пробовала где-то в марте, и сейчас август. Поменялся ли вкус? Да, несколько поменялся. Немножко вот эта груша трансформировалась, приглушилась. Я думаю, что если оно постоит еще, то могут появиться новые ноты. Поскольку я знаю, что именно само вино из этого сорта, напомню, это реформа. Оно трансформируется с яркой груши в цветочные. Такие вот белых пылевых цветов, ароматы, такой вот пыльцы, какие-то медовые нотки. Вот оно переходит в этот вкус. Сейчас груша еще чувствуется чуть-чуть, может быть, меньше, чем то, что было несколько месяцев назад. Но, знаете, это вот если бы сел и так на машину времени туда бокальчик взял и два сравнил, конечно, сравнивать было бы проще. Но как-то вот по моим ассоциациям вот так. Но, конечно, я еще не знаю, как себя поведет то, которое осталось на осадке. Посмотрим, если все сложится, то я думаю, что к Новому году удастся попробовать. Еще интересный момент. Очень длительное послевкусие. Вот сколько я уже времени как отпила глоточек. Вот сижу с вами, разговариваю, а послевкусие все еще слышится, все еще ощущается. Ну, тоже такой интересный момент. И что хочется сказать напоследок? Ну, конечно, я очень довольна тем, что у меня получилось. Потому что изначально, когда я все это затевала, я не знала, будет какой-то результат или нет. Когда в марте я попробовала, когда у меня получилось снять с осадка все это в домашних условиях, я была очень счастлива. Просто прыгала до потолка и кричала, у меня получилось, у меня получилось. Ну, и с тех пор прошло некоторое время, все еще вкусно, да, напиток еще живет, но это уже последняя бутылочка. Вот еще одна осталась, которая с осадком. Посмотрим, что будет там. Ну, что могу сказать. Реформа мне, наверное, надо много, потому что это сорт, из которого я не знаю, может ли что-то не получиться. Из него хорошо и просто сухое вино, из него хорошо и игристое вино, и работать с этим сортом очень-очень просто. При этом он и созревает рано, то есть, ну, созреть он успеет всегда. Посмотрим, конечно, как у меня будут проявлять себя другие сорта, потому что сортов посажено много. Будем смотреть, как они будут вести себя в моих условиях, как они будут созревать, какую ягоду, какой кондиции будут давать. Но на сегодня могу сказать, что реформа, вот, я рассадила несколько кустов. Надеюсь, что в следующем году они уже дадут полноценный урожай, потому что в этом году тот кустик, который остался, урожая с него будет немного. И меня это, честно говоря, очень огорчает, потому что шампанское получается великолепное. В принципе, все из реформа. Да, я уже говорила, получается великолепное. Но вот шампанское просто идеальное. Ну, а на этом наш ролик подошел к концу. Обязательно выйдет видео по технологиям, как все это можно сделать в домашних условиях. Такое шампанское, более простой вариант 15. То есть, все это будет, ну, и постараюсь это сделать максимально сжато, максимально понятно. Конечно же, расскажу, какие сорта наиболее будут подходящие для таких напитков. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще будет ссылка на каталог наших сортов, винограда, мои контакты». А также я вам оставлю ссылки на прошлогодние ролики, где я показывала и рассказывала, как я все это делаю. И до новых встреч! До новых встреч!